Циги совершили для себя что-то невероятное и что раньше никогда не делали. А именно по какой-то невообразимой причине они перенесли что-то не на патч вперед, а наоборот на патч назад. Карточка Orison V2, в которой будут улучшены зоны приземления Crusader, была перенесена с патча 3.16 на патч 3.15. Также в этом патче мы увидим работу проведенную Цигами над больницами, расположенными в Нью-Бэбидже, Гримхексе, Орисене, а также на различных космических станциях. В этих больницах можно будет оживлять и лечить своих персонажей, а также страховать их жизнь и покупать различные медикаменты. Это будет начало внедрения в Star Citizen медицинского игрового процесса. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобней и приятного просмотра. В патч 3.15 должны войти первые запланированные 4 клиники. Больница в Нью-Бэбидж будет оснащена высокими технологиями, а через ее стеклянную крышу будет открываться прекрасный вид на Espire Grand. Также в больничных зонах будут расположены аптечные пункты, в которых можно будет приобрести различные лекарственные средства. Из холла больницы в Нью-Бэбидже лифты вас доставят на медицинские этажи. Для получения медицинской помощи на этих этажах нам придется пройти регистрацию на стойке у медсестры. Подняться на эти этажи также можно сразу и из ангара. Если ваш друг умирает и ему нужна срочная помощь, вы его можете положить на каталку и на лифте, расположенном в ангаре, подняться прямиком в больницу, где ему будет оказана необходимая помощь. Больница, расположенная на Орисон, также впечатляет своими масштабами. При входе в огромном холле посередине зала мы можем увидеть ресепшн, а если вам необходимо приобрести медикаменты, вы их можете найти в аптеке, которая находится в этом же помещении. При выходе из лифта на больничные этажи нам откроется изумительный вид из окна. Такой же вид мы будем наблюдать и лежа на больничной койке. Так что если вы планируете подлечиться, рекомендую это делать в Орисон. Медицинские клиники также можно будет встретить и на различных космических станциях. Они будут оказывать те же самые услуги, что и крупные больницы. Отличие от крупных больниц будет просто в большей компактности. На всех станциях клиники будут похожи между собой, однако же они все-таки будут отличаться различными модулями. На станциях на больничные этажи также можно будет попасть через лифт ангара, для того чтобы вы не теряли время, а сразу отправились на лечение. Гримхекс это пиратская станция, которая скрывает и защищает от сил правопорядка людей, которые совершили какое-либо правонарушение и другое космическое отребье. На этой станции царит беззаконие и порядок тут никто не соблюдает. Соответственно здесь вы не увидите стерильной чистоты, а наоборот повсюду можно встретить беспорядок и антисанитарные условия. Соответственно больница расположенная в Гримхексе также будет далека от идеала. Если вы ассоциируете себя с пиратом, приготовьтесь жить, спать, съесть и лечиться в не очень благоприятных условиях. Больница в Гримхексе имеет не очень большие размеры, но зато вас ждет тоже прекрасный вид из окна на астероидное поле. В ангарах лифта в больницу вы не найдете, но зато если вы спешите, то можете посадить свой корабль рядом с боковым входом в клинику. Но стоит учитывать, что пролетающий мимо пьяный пират ради забавы сможет расстрелять ваш припаркованный нападе корабль, и ему за это ничего не будет. Больница в Зоне 18 на планете Аркорп должна появиться в патче 3.16, он выйдет в четвертом квартале этого года. Больницу в Лорвилле на планете Херстон, которая носит название «Чистое сердцем Мария», мы увидим только в патче 3.17 весной 2022 года. Обновить корабль до золотого стандарта – это означает внедрить в него все новые технологии, присутствующие на данный момент. В частности, это касается размещения кнопок в кабине с соответствующими анимациями. Нужно убедиться, что все соответствует метрике как персонажей, так и различных предметов. Также добавление люков доступа к различным компонентам, которые расположены на данном корабле. Также это относится к добавлению различных мест для хранения и переработке освещения корабля и его материалов. Корабль в золотом стандарте должен быть доведен до максимально возможного уровня. Первые корабли, затронутые этими улучшениями, стали «Гладиус», «Сейбр» и «Реталиатор». «Гладиус» будет играть главную роль в «Сквадроне 42», поэтому разработчикам надо было его довести до идеала. Нужно, чтобы все работало правильным образом, а на его борту присутствовали все необходимые компоненты. Вторым кораблем для золотого стандарта разработчики выбрали «Сейбр». После опыта, приобретенного с «Гладиусом», «Сейбр» было работать уже проще. Была проделана работа над его интерьером и экстерьером. Ему было добавлено внешнее освещение и доработана приборная панель. Она стала более удобной и компактной. На корпус также были добавлены различные компоненты. Золотой стандарт для такого корабля, как «Реталиатор», является более масштабной задачей. На корабле была пересмотрена кабина пилота, добавлены различные компоненты и так далее, все как на предыдущих кораблях. Но задача усложнилась из-за того, что на этом корабле присутствуют внутренние помещения. Нужно было убедиться в правильных размерах дверей, лифтов и так далее, удастся ли протащить через них компоненты корабля или нет. Реталиатор будет модульным кораблем, то есть у него будет несколько вариантов внутренних пространств, и их можно будет установить на ваш корабль в соответствии с вашими предпочтениями. Спереди и сзади корабля будут расположены грузовые модули. Также спереди можно будет установить дропшип-модуль для перевозки людей. Эти модули были доведены до современных стандартов. И когда модульная система заработает в игре, они будут готовы к работе. На данный момент и до 27 августа в Star Citizen проходят бесплатные полеты. У вас есть еще целая неделя для того, чтобы попробовать игру и проверить, пойдет ли она на вашем железе. Для того, чтобы попасть на фрифлай и получить шесть кораблей, нужно скопировать код GET INTO THE VERSE и вставить его в это поле, а затем нажать continue to download. После чего вы перейдете на страницу скачивания игры, на которой вам нужно будет нажать download installer. Перед регистрацией игры не забудьте воспользоваться реферальной ссылкой. Это даст вам дополнительные бонусы. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Ставьте лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!